всем привет с вами снова аида и в предыдущем видео мы с вами построили расчет для вот этих вот трусиков блумерсов которые одеваются малышу на подгузник и в этом видео я предлагаю приступить непосредственно к вязанию и так наши расчеты произведены напоминаю что наша плотность 2 петли и 39 рядов в одном сантиметре вяжу я спицами номер четыре с половиной из alize cotton gold здесь 300 330 метров на 100 грамм и давайте с вами приступим и так мы с вами сделали все расчеты по нашим расчетам расчеты вы можете найти в предыдущем видео по нашим расчетам получилось 88 петель на спицах четыре с половиной миллиметра но резинку я буду вязать на спицах 4 миллиметра чтобы она была чуть-чуть потуже любым удобным для вас способом набираем 88 петель я набираю на 2 спицы сразу мне так удобней и так набираем 88 петель плюс одну петлю для замыкания в круг и так я набрала 88 петель набираю еще одну для закрытия в круг перевожу наши петельки на вторую спицу обращаю внимание чтобы петельки не перекрутились переношу дополнительную петлю на вторую спицу с этой спицы снимаю через дополнительную петлю таким образом и возвращают петлю обратно соединили дальше мы с вами вяжем резинкой один на один первую петлю так первую петлю можно провязали лицевой и я хочу сейчас сюда повесить маркер так вешаем маркер туговато первый ряд одну петлю вот мы и провязали который у нас было дополнительно она настала теперь лицевой дальше мы вяжем изнаночную потом опять лицевую изнаночную и таким образом продолжаем вязать вот я привязала первый ряд до конца резинки дальше просто переснимаем маркер маркер и продолжаю вязать следующий ряд и так 10 рядов увидимся с вами через 10 рядов уже 9 и так я провязала резинку 10 10 рядов резинка 1 на 1 и теперь мне нужно перейти к вывязыванию ростка по нашей схеме прежде чем я приступлю развешивать маркера я поменяю спицы потому что потом обязательно я забуду это сделать поэтому пока не забыла надо поменять спицы перехожу на спицы свои основные спицы 4 с половиной миллиметра так 4 петли отмеряем ну собственно я буду это делать сейчас своими артритными руками а вот по этой схеме развешиваем маркера 4 петли 4 петли 4 4 3 3 и с этой стороны также 4 петли 4 4 3 3 3 и так далее маркеры развешены с обеих сторон от середины спинки и мы начинаем приступаем к вязанию так моя пья вяжу узором рис 1 лицевая 1 изнаночная перекрещенная пеппи смещённая в каждом ряду начинаю с лицевой изнаночная лицевая изнаночная дальше мы снимаем маркер разворачиваем наше вязание поворачиваем поворотные ряды не неспроста называться поворотными и делаем скрещенный накид вот у нас ниточка накид делаем на правую спицу просто формируем такую петельку и и затягиваем на спицы затягиваем потуже затянули и следующую петлю снимаем она у нас будет провязана изнаночной по идее но мы ее в любом случае снимаем как из как изнаночная вот так мы снимаем и дальше вяжем по узору у меня это лицевая изнаночная лицевая изнаночная так я здесь потеряла свой свою середину ряда поэтому я сюда ее отмечу вот так потом заменю на более удобный маркер снимаем маркер мы провязали последнюю петлю перед вторым маркером поворачиваем вязание делаем опять накид накид делаем потуже слетела и снимаем как изнаночную следующую петлю первую петлю и дальше вяжем по узору заменю маленьким маркером и вяжем до следующего маркера так вот мы дошли до петли которая у нас с накидом была так это у нас была лицевая значит это мы должны провязать изнаночной мы провязываем изнаночной а эту петлю вот с этой провязываем лицевой накид вместе со следующей петлей мы провязываем лицевой и вяжем до следующего маркера петли тугие после смены иголок так это было лицевая значит сейчас изнаночная лицевая изнаночную провязываем и поворачиваем вязание делаем накид на правую спицу потуже его этот накид снимаем первую петлю как изнаночную нить за работой вот мы затянули вон они у меня какие тугие они прям тугие у меня еле ходят по спице и вяжу дальше пузу по узору довязали до петли с накидом вот она у нас петля с накидом мы провязываем петлю по узору у меня это лицевая вот она у меня лицевая а накид я провязываю со следующей петлей опять же по узору у меня это изнаночная вот так таким образом у нас просто будет меньше заметно вот эти вот дырочки которые между поворотными рядами видите вот если я так покажу тут у меня провязана до 2 ряда больше чем здесь вот чтобы не было этой разницы в глаза не бросалась мы вот этот вот накид его и провязываем со следующей петлей и дальше провязав петлю с накидом я довязываю до конца дон до маркера следующего я боюсь что я спутаюсь изнаночная лицевая изнаночная лицевая все правильно изнаночная лицевая провязываю маркер мне больше не нужен в нитку воткнула и поворачиваю наше вязание делаю накид затягиваю его снимаю первую петлю как изнаночную нить за работой и вяжу по узору ребята она посмотрите какая тугая у меня она прям очень тугая затягиваем получше чтобы было как можно более аккуратно в итоге довязали до петли так у меня тут маркер остался с прошлого раза он мне нужен довязали то петли рядом с накидом петлю провязываем по узору у меня это изнаночная накид провязываем со следующей петлей по узору у меня это лицевая провязали и вяжем до следующего маркера провязали последнюю петлю перед маркером убрали маркер повернули вязание делали накид и сняли петлю как изнаночную нить за работой я думаю что вы запомнили уже надеюсь я объяснила нормально они как обычно и вяжем до последних маркеров там мы с вами встретимся ну что я довязала до двух последних маркеров точнее два последних маркера осталось и я помню что это мои боковые швы то есть это стороны вот эти вот линии вот вот это вот линия шва аля поэтому я маркер здесь оставлю его просто заменю на поменьше маркерами так удобнее и продолжаю вязать поворотные ряды делаю накид и у меня здесь получается вяжу я изнаночный ряд я помню что у меня здесь по 8 петель по 4 петли от среднего маркера будут узоры поэтому я здесь просто провяжу сразу изнаночными но если провязать обычным узором которым вы вязали весь росток ничего тоже как бы это будет не незаметно и и можно вязать основным узором просто я вспомнила в кое-то веке что у меня здесь будет узор другой поэтому я им провязала вяжу до следующего маркера это не так вот это не так вот это не так вот Продолжение следует... Здесь тоже меняю маркер, поворачиваю вязание уже, слава богу, в последний раз, делаю накид. И вяжу, это у меня уже получается лицевой ряд, правильно? Вяжу 4 лицевых. И дальше по узору. Довязываем до середины маркера, до середины спинки. Довязали до середины спинки. И имеем вот такую вот картину. Мы вывязали росток, вот у нас вид сбоку. Вот это у нас спинка, она повыше чем перед, вот это перед. Боковые маркеры у нас на месте. Начало ряда, то есть спинка у нас на месте. И сейчас я хочу провести контрольную проверку, посчитать петли от этих маркеров, что они равны здесь 44 петли и здесь 44 петли. Я посчитала петельки у меня от этого маркера до этого маркера по переду 44 петли и здесь по 22 петли. То есть все нормально, я попала в свое, ничего не изменилось с того момента, как мы набирали 88 петель на наши спицы. И теперь я перехожу к вязанию основного полотна, то есть вот это мы с вами вяжем. Проверяю, что у меня стоят спицы 4,5, как было задумано. И вот наш начало ряда, дальше переходим к круговому вязанию. Вот здесь вот мы помним, что у нас, у меня, по крайней мере, если вы следите, вяжете точно так же, как я, по 8 петель узор. Вот чтобы не забыть, я с этой стороны 4 петли отмечу. И с этой стороны отмечу тоже 4 петли, просто я буду вязать отсюда, и чтобы не пропустить, чтобы лишние несколько петель. Это не страшно, если мы пропустим, просто увидим, что мы дошли до сюда, а нужно снять 4 петли. Вот чтобы этого не делать, просто я сразу отметила начало узора. Давайте назовем это лампасами. Хорошо, чтобы было понимать, что это вот наш основной узор, а здесь у нас будут пусть лампасы. И все вяжем по узору до начала первого лампаса. 4 петли лампаса до середины плюс накид у меня в данный момент находится на спице. 4 петли лампаса и накид от поворотного ряда, который оставался. Провязываю лампас, 2 изнаночных, которые будут отделять нашу косичку, и 4 лицевых косички. Так, нам нужно сейчас вот этот накид провязать, возвращаем маркер серединный. Накид провязать вместе со следующей петлей лицевой. Помним, да, что это наш последний накид с поворотного ряда. 4 лицевая, 2 изнаночных. Вот наш лампас. 8 петель. 4 петли. По 4 петли вокруг серединного бокового маркера. Дальше вяжу основным узором до следующей петли, до следующего маркера лампаса. Я довязала до маркера второго лампаса. Я его тоже уберу, чтобы он мне не мазурил глаза. И вяжу вот у меня, значит, сейчас перед боковым маркером, маркером бокового шва, условно говоря, 4 петли. И за ним у меня есть накид, оставшийся от нашего последнего поворотного ряда, который я должна буду провязать вот с этой лицевой. То есть вот они у меня, сейчас я покажу, как я это сделаю. Значит, я вяжу 2 изнаночных. Лицевую, одну лицевую косу, косы. Затем я отодвину маркер. Мне вот эти 2 петли, лицевую с накидом, нужно провязать вместе. Это наш остаток от поворотных рядов. Вешаю обратно маркер. 2 лицевых я провязала, еще 2 лицевых, 2 изнаночных. И на этом наш погон провязан. Дальше я вяжу до конца ряда. Я довязала до отметки начала ряда. Это середина моей спинки. И считаю, что я провязала 1 ряд от резинки. То есть все вот эти вот наши с вами махинации с ростком, мы их не считаем в нашем вязании. Мы считаем, что мы провязали 1 ряд полный, круговой ряд после резинки. То есть сейчас у меня на счетчике рядов 10 рядов. Я провязала еще один ряд. То есть у меня 11 рядов. Дальше нам нужно будет вязать до 14 ряда, чтобы сделать первое прибавление. То есть когда у нас будет на счетчике 13 рядов, мы будем делать прибавление в следующем ряду. Сейчас я буду вязать до лампаса, чтобы мы с вами не пропустили этот рисунок. Я довяжу до лампаса. Вяжу я сейчас, напоминаю, 12 ряд. Довязала до начала лампаса. Я перекрещивание косички хочу делать в 13 ряду. Ну и, соответственно, потом каждые 4 ряда. В 13, в 17, в 21 и так далее. Поэтому я сейчас провязываю 2 изнаночных, отделяющих мою косу. Затем 2 лицевых, маркер, 2 лицевых, изнаночные. И дальше по рисунку вяжу до следующего погона. Довязала до 2 лампаса. Я могла до этого назвать его погоном. Прошу прощения, что оговорилась. Вяжу 2 изнаночные, 4 лицевых, между которыми у меня висит маркер. Ой, что ж такое-то. Все-таки короткие спицы, это короткие спицы. Не так ими удобно. 2 изнаночных. И дальше опять вяжу по рисунку до конца 12 ряда. И в 13 ряду я буду делать перекрещивание. Давайте мы с вами довяжем до следующего лампаса. И там с вами встретимся. Итак, я провязала до конца 12 ряда. Затем 13 ряд довязала до лампаса. Сейчас у меня по рисунку идет перекрещивание косы. У меня коса состоит из 4 рядов. В каждом третьем ряду я буду делать перекрещивание. Соответственно, вяжу сейчас 2 изнаночные отделяющие косы от основного узора. Дальше вы меня простите. Тут, конечно, правильно использовать дополнительную спицу вот такого плана. чтобы провязывать. Ну, просто так проще. Правда, вяжу? Когда ты просто берешь 2 петли, снимаешь, оставляя нить за работой, снимаешь на правую спицу. Пока уберу. Провязываешь 2 лицевых. Затем возвращаешь 2 снятые петли на левую спицу, аккуратно подцепляя те провязанные 2 петли. Подцепили. И провязываешь снятые петли. Все, ребята, я маркой больше вешать не буду. Надеюсь, я не заблужусь в своем узоре. Далее провязываю 2 изнаночные. И дальше вяжу по узору до следующего лампаса. Там покажу еще раз, что я делаю со своей петлей. Довязала до начала лампаса. Я все-таки повешу сюда маркер. Именно отмечу начало лампаса, чтобы каждый раз не проверять, не отвлекаться на то, чтобы довязала я до него, не довязала. Вяжу 2 изнаночные петли. И на косе все-таки я это сделаю с дополнительной спицей. Просто как это правильно. В школе у нас мастер-класс. Я снимаю на дополнительную спицу 2 петли. Оставляю их болтаться перед работой. Вот у меня дальше вязание. Ниточка у меня за этими спицами проходит. Вот она за ними проходит. Ой, за этими петлями. Что же я все время оговариваюсь? Спица с дополнительными петлями у меня висит перед работой. Я убираю маркер, который я потом повешу на другой лампас. Провязываю 2 лицевых петли. И затем провязываю 2 лицевых петли с дополнительной спицы, которая у нас болталась перед работой до того. Вот таким образом. Убираю. Провязываю 2 изнаночных. Дальше я довязываю до конца 13 ряда. Начинаю 14 ряд вязать. И в начале лампаса мы с вами встретимся, потому что нам нужно будет делать первую прибавку. Довязываю до конца 13 ряда. Перекидываю маркер. Отмечаю провязанный 13 ряд. И дальше у меня по рисунку, по-моему, происходит прибавка в 14 ряду. Мы ее будем делать по обе стороны от лампаса. 4 петли мы прибавим в этом ряду в 14. Вот я довязала до своего лампаса. Сейчас его совершенно не видно, непонятно, каким образом он начинается. Но я вот вижу, что у меня здесь 2 изнаночных, 4 лицевых перекрещенных в косу, 2 изнаночных. Я сюда повешу сейчас маркер, так же, как и здесь, отметив начало лампаса. И здесь нам нужно сделать прибавку. Мы будем делать накидом с наклоном вправо, перед началом нашего лампаса. Для этого мы делаем, накидываем, поднимаем протяжку предыдущего ряда, накидываем ее на левую спицу. И вот с этой стороны подцепляем, провязываем этот накид лицевой. Вот мы сделали прибавку с наклоном вправо. Дальше провязываем лампас. 3-4 петли лицевых, 2 петли изнаночных. И здесь делаем прибавку с наклоном влево. Для этого заводим правую иглу за протяжку предыдущего ряда. Вот таким образом. Протянули. Накидываем на левую спицу. Накинули. И провязываем за заднюю стенку этого накида лицевой. Вот таким образом. И дальше вяжем по рисунку до следующего лампаса. Довязала до второго маркера и делаю дополнительную петлю с наклоном вправо. Для этого правую спицу ввожу под протяжку предыдущего ряда спереди. Спереди назад. Накидываю протяжку на левую спицу. Зацепляю эту протяжку за переднюю стенку. И провязываю петлю. Переснимаю маркер. Вяжу лампас 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных. И делаю прибавку с наклоном влево. Для этого я правую спицу ввожу под протяжку сзади вперед. Вот так. Накидываю на левую спицу и делаю петлю. И дальше вяжу по рисунку. Дальше мы вяжем по кругу, просто по рисунку, соблюдая рисунок лампасов, до 17 ряда. В 17 ряду мы будем делать снова перекрещивание петель на лампасах. Давайте мы с вами там и увидимся. Итак, мы с вами сейчас в 17 ряду и у нас с вами перекрещивание должно происходить. Давайте я вот нахожусь перед лампасом, перед первым лампасом. Я вам покажу еще раз перекрещивание с иголкой, дополнительной спицей и перекрещивание на другом лампасе, без нее, как я обычно делаю. Значит, я на дополнительную спицу переснимаю две первых лицевых петли и оставляю их болтаться перед вязанием, перед работой. Ой, прошу простить мою цветную спицу, так мне удобней. Провязываю лицевой третью и четвертую петли лицевых и затем провязываю с дополнительной спицы первую и вторую лицевые петли. Все, мы сделали перекрещивание. Дальше снова 2 изнаночных и провязываем до конца, до следующего лампаса по рисунку. Дальше. 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 дошли до маркера отделяющего лампас вяжем 2 изнаночных и дальше ленивая косичка переснимаю на правую спицу 1 2 петли 3 4 провязываю лицевыми и аккуратненько придерживая как бы двумя пальчиками провязаны только что петельки я снимаю первые и вторые петли лицевые аккуратненько так чтобы не потерялись вот эти вот провязанные две петли вот вот они у меня в таком виде вот тут провязанные 2 а эти две не провязанные которые вы переснимали я делаю вот так и аккуратненько вставляю обратно в эти две петельки правую спицу и получаю третью четвертую петлю 1 2 петли на левой спицы и провязываю их лицевыми 2 изнаночных и смотрю что получилось вот у нас получилось перекрещивание косы дальше у нас с вами будет мы довязываем 17 ряд до конца и восемнадцатом ряду у нас с вами по схеме еще одна прибавка давайте мы ее тоже сделаем вместе увидимся перед лампасом в восемнадцатом ряду довязала 18 ряд до лампаса и делаю первую прибавку методом накида с наклоном вправо для этого ввожу правую иглу под протяжку предыдущего ряда спереди назад накидываю ее на левую петлю иглу зацепляю петлю за переднюю стенку и провязываю маркер снимаю провязываем 2 изнаночных 4 лицевых 2 изнаночных и делаем прибавку с наклоном влево для этого мы правую спицу заводим под протяжку сзади вперед накидываем на левую спицу и делаем петельку за заднюю стенку делали дальше вяжем по рисунку до следующего лампаса перед маркером делаем протяжку с наклоном вправо вводим правую спицу под протяжку спереди назад цепляем переднюю стенку накида провязываем петлю теперь добавляем петлю с наклоном влево сзади вперед накинули провязали петлю хочу вам сказать что если вы например вяжите лицевой гладью или каким-то узором который не подразумевает изменение узора если вы вдруг где-то все посередине добавите петлю или убавите то вы эти 8 прибавок можете сделать все в одном ряду разделив ваши петли соответственно на равное количество петель и прибавив 8 петелек все в одном ряду в четырнадцатом и тогда не нужно будет считать это 18 и так далее 18 ряд закончен дальше вяжем до наверное 21 до до 21 в 21 ряду у нас будет снова переплетение косы давайте мы уже там останавливаться не будем довяжем трусишки до сорок четвертого ряда в сорок четвертом ряду у нас с вами будет убавка первое до тех пор мы с вами вяжем полотно дальше точно также соблюдая узор по телу бломерсов и соблюдая узоры лампасов давайте вяжем встретимся в сорок четвертом ряду закончила я вязать сорок третий ряд и в сорок четвертом ряду мне нужно сделать убавку убавку я тоже буду делать с двух сторон от каждой лампасы поэтому довязываем до первого маркера я почти довязала до первого маркера отделяющего лампас от основного узора оставила одну петлю сейчас я маркеру беру потому что мне будет мешать провязать последнюю петлю узора и первую петлю лампаса изнаночными изнаночной для этого я завожу ниточку вперед и провязываю 2 петли вместе изнаночной вот таким образом дальше провязываю лампас не доходя одной петли вот у меня изнаночная петля лампаса и первая петля узора опять провязываю петлей изнаночной сразу 2 вместе с той стороны штанишек на этом лампасе я буду делать то же самое давайте сделаем это вместе встретимся там не доходя одной петли до лампаса я довязала не доходя одной петли до маркера убираю маркер возвращаю обратно петельку завожу ниточку вперед перед работой цепляю две соседние петельки и провязываю их вместе изнаночной таким образом эта петля теперь у меня стала первой петлей лампаса и его продолжаю изнаночная 4 лицевых изнаночная и две петли вместе изнаночных изнаночной все мы сделали убавку теперь мы довязываем до конца ряда провязываем сорок седьмой 45 ряд и в сорок шестом ряду нам нужно будет снова сделать точно такие же 4 прибавки затем мы с вами вяжем сорок седьмой ряд без убавки я сказала прибавки на самом деле убавки нам нужно сделать в сорок шестом ряду 4 убавки точно также с двух сторон вот обоих лампасов затем мы с вами встретимся в конце сорок седьмого ряда я довязала сорок пятый ряд и на всякий случай напоминаю что в сорок шестом ряду мы с вами делаем 4 убавки с двух сторон вот лампасов точно так же как мы делали в сорок четвертом и так я закончила вязать сорок седьмой ряд последний полный ряд дальше в сорок восьмом ряду мне нужно делать убавки маркер мне больше не понадобится и вот что я хочу сказать я решила что я в этой модели попробую закрывать убавлять штанини штанинины ножки на ножки вот эти вот участки их не закрывать петли а вязать укороченными рядами просто потому что я наверное так так же как и многие не очень люблю поднимать петли закрытых рядов поэтому я решила попробовать если мне понравится то я так оставлю поэтому сейчас я вижу в первом ряду убавок я не довязываю до погоны то есть первые вот эти четыре петли спинки у нас погон делит делится пополам на спинку и на перед вот я не довязывая 4 петли то есть до погона вяжу до последней петли этого ряда я провязала последнюю петлю до лампаса следующая петля уже первая петля лампаса я поворачиваю вязание и точно так же как я делала при вывязывании ростка делаю накид и первую петлю я ее буду просто снимать вот так чтобы у меня немножко потуже здесь было не было дырочки я ее сниму и дальше вяжу по узору до 2 лампаса привязала последнюю петлю спинки до лампаса вот у меня две петли получается с изнанки лицевых петли 5 поворачиваю вязание делаю накид на правую спицу снимаю следующую петлю чтобы она у меня не делала ступеньку и увижу дальше по узору обратно то есть сейчас мы с вами провязываем только спинку перед мы вообще не трогаем провязываем спинку не доходя две петли до последней петли вот у меня остается нас на левой спице петля с накидом с предыдущего ряда и еще одна петля то есть мы сейчас предполагаем что мы эти две петли закрываем то есть мы просто разворачиваем вязание петли остаются на правой спице на правую спицу делаем накид петлю потеряла сделали накид снимаем первую петлю я ее сниму с ниткой вперед вот так потому что следующую меня изнаночная и точно также довязываю до конца ряда спинку не доходя две петли до конца то есть петля с накидом и еще одна петля вот я довязала у нас петля с накидом двойная петля и еще одна петля снова разворачиваю вязание снова делаю накид снимаю первую петлю и вижу так разворачиваю вязание в каждом ряду не доходя двух петель до края до тех пор пока у меня на спицах не останется вот это вот количество петель в нашем случае это 10 пока на спице не останется 10 петель и здесь я решила остановиться потому что подумала что было бы неплохо отметить эти самые 10 петель которые мы хотим оставить я сейчас держу здесь серединку посчитал сколько у меня петель осталось между двух разворотов это у меня серединка и я от этой серединке хочу отметить по 5 петель 5 петель в одну сторону и 5 петель в другую сторону всего 10 петель у меня должно быть между маркерами давайте проверим с каждой стороны одинаковое количество петель 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 с накидом все верно все продолжаю это делать на перед на передней половинке когда будем вывязывать поворотные ряды сразу отметим серединку и 10 петель нужно же чтобы не путаться так как я сейчас начала путаться продолжу вязать до тех пор пока не останется 10 петель между маркерами я довязываю последнюю последний ряд последняя петля после маркера разворачиваю вязание в последний раз в последний раз делаю накид снимаю петлю убираю маркера дорезываю до конца убираю маркер вот здесь у меня получается 10 петель 10 10 петель которые у нас будут на межножье и мне их нужно сейчас снять на дополнительную нить либо перенести на булавку я их сейчас перенесу на булавку если мне булавка будет мешать я их перенесу на дополнительную нить раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и десять все теперь здесь я оставляю ниточку сантиметров 40 и мне нужно вернуться к моему переду со спинкой мы закончили и по переду мы должны сделать то же самое эти ряды мы должны с вами провязать по переду до в межножье и затем будем набирать отверстия для ножек провязывая их резиночкой сейчас мы с вами переносим петли на одну другую на одну спицу можно конечно взять другие спицы наверное знаете я так и сделаю сейчас я перенесу до конца напоминаю что лампас должен тоже уйти сразу же в первом ряду то есть вот мы дошли до лампаса мы его тоже убираем снимаем весь вот так раз два три 4 5 6 7 8 петель лампаса все вот здесь у нас начинается убавление укороченными рядами и я буду привязывать ниточку прямо здесь вязать с изнанки начинает с изнанки вязать я сейчас для удобства эту спицу закрою на стопор поскольку дальше мы с вами будем вязать magic лупом штанишки штанинины я взяла листочку по подлиннее и начинаю вязать вот у меня ниточка идет клубочка начинаю вязать первый ряд переда так с лицевой петли и вяжу не доходя одной петли до лампаса я довязала до последней петли перед лампасом я ее провязываю разворачиваю вязание сейчас я уберу блокнота нам больше не понадобится расчетом все уже закончили все что рассчитали мы все сделали разворачиваю вязание прежде чем я приступлю к вывязыванию поворотных рядов и к накидам к всему остальному я найду серединку от нее отложу по 5 петель в каждую сторону и повешу маркер проверяю что у меня с обеих сторон от маркера одинаковое количество петель все верно и начинаю наши поворотные ряды для этого точно так же делаю накид на правую спицу снимаю левую спицу и довязываю до конца чтобы сделать точно такой же разворот разворачиваю накид снимаю петлю и вижу обратно и таким образом до тех пор пока у нас опять не останется 10 петель между двумя точками разворота там мы с вами и встретимся итак я закончила свои последние разворотные поворотные ряды и мне сейчас нужно произвести реорганизацию моих петель и спиц таким образом чтобы петли одной ножки были на одном прутике петли другой ножки на другом прутике а вот эти вот 10 петель шаговых между ножья были на двух спицах причем спицы у нас должна лежать в одном направлении вот так то есть я должна сделать так чтобы у меня спицы вот в этих вот 10 петлях смотрели в одну сторону в ту сторону из которой у нас торчит отрезанный хвостик то есть хвостик со стороны спинки ниточку от клубка я не отрезаю я буду продолжать ей писать резиночку вокруг ножки а вот то что у нас уже отрезаны по спинке вот мы таким вот образом вот так у меня должны лежать спицы смотреть в сторону отрезанного хвостика сейчас я этим займусь вы тоже сделайте это и дальше будем уже закрывать между ножки вот что мы с вами имеем у меня ножки отделены на отдельные на булавку и на тросик от спиц и по 10 петель у меня на двух спицах чтобы сшить эти 10 петель я воспользуюсь иглой у меня оказалось под руками только такая игла но она вполне себе тоже сработает сшивать буду петля в петлю ничего особенного все очень просто для этого я стараюсь повернуть так чтобы у меня лицевые стороны обеих половинок смотрели на меня ниточка у меня выходит от дальней спицы поэтому я начинать буду с этой стороны вводить иглу я всегда буду с лицевой стороны то есть сейчас в первую петельку я вставляю иглу снимаю сразу эту петлю и в следующую петлю вставляю с изнанке то есть уже не с не с лицевой стороны с изнаночной вставляю пока не снимаю эту петлю закрутилась теперь вот в эту петлю я опять вхожу с лицевой стороны вот так снимаю ее и выхожу в соседнюю через из изнанки теперь повторяем то же самое с той петли с которой мы уже выходили мы уже выходили с той стороны сейчас мы опять с лицевой стороны в нее входим и выходим чтобы ничего не запуталась не зацепилась из соседней петли эту в которую мы вошли уже снимаем ее следующую и следующие петли вышли я промахнулась аккуратненько ввожу иголка не очень удобная пластмассовая большая не очень привычно ей работать и ниточки нам нужно теперь подтянуть я вот уже смотрю уж там пропустила не подтянула не совершайте мои ошибки не повторяйте чуть-чуть подтягиваем ниточку сразу сильно не затягиваем но так чтобы оно было соответствовало натяжению вашей вашего полотна как вы вязали плотность примерно такая же должна сохраняться опять в эту петлю вставляю снаружи с лицевой стороны снимаю петельку и выхожу с изнаночной на лицо сюда опять вставляю с нарус с лицевой снимаю петельку выхожу изнаночную с изнаночной на лицевую подтягиваю ниточку смотрю что у меня все сшивается пока лицевыми петлями я решила что дабы избежать любых живов уплотнений так далее я не мудрствую рук лукаво свяжу все лицевыми петлю петлю в петлю с лица с лица наизнанку снимаю петельку с лица наизнанку снимаем петельку подтягиваем с лица наизнанку снимаем с лица наизнанку подтягиваем и продолжаем тем же самым способом вводить с лицевой стороны и возвращаться с изнаночной пока не снимутся все петельки с наших спиц и не забываем подтягивать слегка тут у меня не очень большое расстояние под не очень удобно смотреть я в принципе всегда могу подтянуть когда закончу шов он у меня не длинный поэтому это не не будет очень трудным занятием так с лица ввожу с изнанки вывожу каждый раз мы проходим по 2 петли вторую петлю не скидываем со спицы спицы скидываем только первую в которую вошли осталось совсем чуть-чуть здесь мы уже последнюю зацепили чтобы ничего не замоталось смотрим внимательно на изнаночку таки замоталась подтянули опять заходим с лицевой и в эту петельку тоже с лицевой подтягиваем ниточку смотрим вот мы с вами прошили лицевыми петлями теперь если меня не устраивает плотность я могу потихонечку перетянуть петельки вот тут вот например чуть-чуть можно под натянуть вытянуть ниточку вот вот тут стянула я слишком сильно тоже под расправить с этой петли перетянуть сюда можно конечно изначально и нужно изначально стараться делать хорошее натяжение правильное оптимальное но у меня здесь просто очень близко все вот это болтается поэтому мне проще перетянуть в конце все ниточку это оставляем и и потом спрячем и что мы делаем дальше дальше мы набираем у нас где ниточка идет от клубочка вот отсюда вот так значит мы вяжем теперь вот эту ножку я сейчас поменяю тросик на более длинный потому что у меня окружность небольшая мне будет удобнее вязать magic loop поэтому меняю тросик вставляю спицы спицы вставляю номер 4 тот же номер что я использовала для резинки на поясе и просто буду вот эта ниточка от клубка вязать сантиметра полтора 6 рядов я сделаю 6 рядов прикрутила сюда спицу и теперь переснимаю на длинный шнурочек чтобы вязать magic loop вяжу резинку один на один точно так же как я вязала на поясе и чтобы мне не запутаться я помню что у меня накиды я провязываю со следующей петлей независимо от того лицевая это будет из или изнаночная накиды у меня будут провязываться там и уменьшить вероятность появления дырочек будут провязываться вместе со следующей петелькой начинаю с лицевой а вообще знаете если я сделаю лицевая изнаночная лицевая я начну с изнаночной чтобы мне попасть в чтобы у меня на накид пришлась лицевая изнаночная лицевая изнаночная и накид со следующей петлей провязываю лицевой 5 изнаночная накид со следующей петлей лицевой и так вижу здесь середине лампаса я спицу тросик свой перетяну тут у меня накидов нет я перетяну здесь вытяну тросик и дальше буду вязать magic луком так закончила я изнаночной значит здесь лицевая изнаночные у нас получаются идут вот по этой стороне будут провязываться вместе с накидом не забываем что у нас здесь тоже есть накиды и пир ближайшая петля через дырочку должна провязаться с накидом то есть лицевая изнаночная с накидом лицевая изнаночная с накидом все-таки не удалось угадать так чтобы все накиды провязывались лицевой но это не страшно я надеюсь на дырочки это никак не отразится на дырочках так привязала последнюю петлю и дальше мы видим что у нас здесь получается достаточно большой промежуток между ножками потому что мы здесь провязывали еще один ряд последний на отдельных деталях затем у нас был еще целый ряд мы провязали с вами лицевыми иголочкой поэтому я здесь смотрю и прикидываю сколько я хочу добавить здесь петель ниточку я спрячу чтобы она нас не отвлекала сколько я хочу здесь набрать петель ну я думаю что из протяжек из петелек предыдущих последняя петля последних рядов я наберу две петли это будет последний ряд спинки и последний ряд переда ту лицевую этот лицевой ряд что я вязала иглой я его не буду трогать я возьму только два последних ряда вот это последняя петля последнего ряда и вот эта последняя петля последнего ряда их я и подниму на спицу и провяжу до конца резиночкой у меня как раз получается изнаночная и лицевая а ряд у нас начинался с изнаночной дальше снова перетягиваю спицу оставляя на середине лампаса петлю и продолжаю 2 это у меня был первый ряд еще пять рядов я провяжу резиночкой и давайте встретимся с вами на закрытии петель по 100 как мы провяжем 5 рядов резиночкой я провязала 6 рядов резинкой и мне надо проверить у меня было чтобы у меня сюда влезла моя ляшечка было не очень свободно и 22 сантиметра до 11 сантиметров в принципе она как раз таким приятным натягом будет очень свободно я вязала поэтому да она будет хорошо сидеть на ножке но нам нужно закрыть этот край тем не менее эластична для этого я буду опять же использовать свою страшную иголку и мне нужна нитка в три раза длиннее чем мой закрываю край который мне нужно закрыть я вот так меряю примерно очень длинной ниткой тоже не очень удобно закрывать и дальше закрываю мной я все-таки решила заменить иглу иначе то игла просто не пройдет в моей петельки и так у меня ниточка выходит из петельки на задней спице а я снимаю петли начинаю с передней спицы для этого вставляю иголку в две крайние петли протягиваю ниточку петельки не снимаю затем возвращаюсь в крайнюю петельку и теперь уже ее и снимаю протягиваю ниточку все продолжаю точно так же ввожу в две петли возвращаясь в последнюю и таким образом закрываю все петельки последнюю снимаю все петельки мы закрываем таким образом до конца у меня осталась последняя петля я ввожу в нее так как если бы я вводила в две петли спицы мне уже не понадобится и подцепляю последнюю петельку которая у нас была 1 вот так возвращаясь сюда обратно последнюю петлю подтягиваю вот и все такой край у получился он мальчится соответствует краю который мы набирали на поясе и ниточки мы будем прятать потом после вот его ниточку стуки длинную взяла вот таким образом я закрыла одну ножку и вторую ножку она у меня такая получилась очень эластичная со второй штанинами я поступлю точно так же как с первой то есть возьму спицы на длинной леске спицы 4 миллиметра подниму и петельки с булавочки провязывая накиды с соседней петлей так чтобы скрыть все дырочки затем подниму две петли из серединки с последнего последнюю петлю последнего ряда передай и последнюю петлю последнего ряда спинки и провяжу 6 рядов резинкой один на один а затем закрою петли иглой эластичным способом точно так же как я сделала здесь чтобы это соответствовал наборному краю и после этого мы с вами будем прятать кончики не забываем что нам нужно привязать ниточку я привязывать не буду я просто приложу и будут так дальше вязать прямо с булавочки напоминаю что мы начинали с изнанки здесь точно так же будет удобно начать изнанкой просто придерживаю ниточку и провязываю ниточку можно подтянуть хвостик оставим по длине и чтобы было удобно спрятать иголочкой накид с петелькой со следующей петлей провязываем лицевой изнаночная лицевая и продолжаем я закрыла вторую ножку и теперь мне нужно избавиться от этих всех многочисленных ниточек которые торчат начну я с той ниточки на которой я закончила спрятать прятать я буду на изнаночной стороне естественно я перевожу на изнаночную сторону через эту петлю чтобы имитировать закрытие и буду прятать вот в эту вот дорожку лицевых петель просто цепляясь за стеночку дохожу до конца расправляю вот эту дырочку которую вы здесь видите она мне не нравится но я ее буду закрывать прятать вот этой ниточкой которой которую я привязывала к началу вязания так будет так будет логичней провожу под петлей иголочку и делаю то же самое цепляясь за боковой край за краешек петельки подтягиваю расправляю чтобы у меня нигде ничего не тянуло вот такая вот получилась у меня ниточка сейчас мне нужно я ее немного вот так оставлю хвостик просто чтобы я его могла видеть легко увидела чтобы я его отрежу ближе к изделию я уже после вот его давайте теперь эту ниточку которая вот на этой же ножке которую мы привязывали я хочу ею закрыть эту дырочку которая мне не нравится сейчас я переведу ниточку на изнанку и посмотрю как мне удобнее всего спрятать эту дырочку ниточка у меня выходит вот из этой петельки и я могу ее провести вот так зацепить вот сюда вниз подтянуть и зацепить вот эту вот дырочку дальше подниму вверх пройдусь по пути до большой петельки которая вытянулась как она у меня идет по изделию я по тому же пути прохожусь и вот она у меня выходит вот из этой вот петельки сюда я ее и верну ниточку вот таким вот образом я протянула сквозь эту дырочку и дальше буду закрывать тем же самым способом каким закрывала и и последнюю ниточку подтягиваю перехожу на вторую сторону петельки точно так же прохожусь обратно здесь я ниточку тоже отрежу оставив небольшой хвостик чтобы он был заметен после стирки и прятать отрезать под корень ниточку это я уже буду после этого и таким же образом закрываю ниточку начало вязание и будет у меня две ниточки на 2 ножки точно так же я их закрою через резиночку здесь через эту дорожечку тут тоже через две соседние дорожки попробуем спрятать спрятать вот эту дырочку то есть вот эту вот ниточку я пройдусь через эту дорожку а эту ниточку я использую закрыть дырочку и пройдусь через эту дорожку дальше я буду стирать мои трусишки в стиральной машине поступлю я с ними так как я поступаю со всеми детскими изделиями со всей одеждой моей малышки то есть я и постираю и я ее посушу стиральной машине на режиме very dry чтобы не получить точно такую же плотность сейчас видно да что она сильно отличается может наверное не так видно но на ощупь очень сильно здесь такое хлипкое полотно а здесь она пожестче пожестче но при этом очень пластичная вот и все 36 грамм потребовалось на нашей бломерце и это и м м м м м Субтитры подогнал «Симон»